Клуб редакторов Инмедиа 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 Клуб редактор 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 Инмедиа Вот инициативы депутатские, чтобы они находили воплощение в бюджете, это тоже на самом деле о социальных вопросах, потому что все вопросы, которые депутаты сегодня внесли, мы утверждали, вот этот перечень инициатив, которые сегодня будут финансироваться из областного бюджета, это все социалка. То есть это по аналогии с городской думой, когда у каждого депутата есть свой фонд, на депутатские наказы, как они там называются? Не совсем, как бы сказать, это слово фонд я использовать хотел бы, потому что это не фонд, да, это не фонд. То есть здесь речь идет о чем? То есть там есть определенный объем средств, которые выделяются на избирательный округ. И депутаты инициируют вот по каждому избирательному округу, какие инициативы они хотели бы, чтобы были учтены. Ну и, соответственно, эти инициативы затем голосуются через заседание законодательного собрания, и эти инициативы уже реализуются на практике. То есть по миллиону на избирательный округ. И вот эти инициативы сегодня есть. Просто вот, например, если паулическому району никто больше не заявлялся, мы инициативы там так и иначе паулическому избирательному округу не заявлялся, там, да, вот у меня инициативы связаны с приобретением мебели в детские сады. То есть мы там несколько детских садов приобретаем мебель в раздевалке, мебель для групп. Я думаю, что это такая очень важная вещь, и родители это чувствуют. Поэтому вот такие вот самые жизненно необходимые вопросы депутаты имеют возможность и через этот механизм тоже в том числе проводить. По миллиону, соответственно, 40 миллионов, да? 27 округов, 27 миллионов рублей. Да. Значит, ну вот сейчас вот очень продуктивно, я считаю, поработали фракции с правительством области, с губернатором лично. И у нас очень много инициатив, которые высказывались на заседаниях фракций, были учтены. То есть вот я примерно посчитал, где-то миллионов 15 дополнительно, дополнительно, кроме того, что уже обсуждалось и было внесено в проект бюджета, то есть были инициативы, которые уже учтены были, то есть еще дополнительно получили вот свое воплощение в проекте бюджет. Поэтому это вот такой процесс. Это все социальные какие-то вещи, которые так или иначе реализуются и рассматриваются. Ну а если брать даже льготы для малого бизнеса, это не социальная история, это тоже социальная. Безусловно, да. Поэтому вот здесь вот социальная, не социальная, она такая как бы очень оценочная вещь. И я считаю, что вообще все, на что направлена работа законодательного собрания, она носит социальный характер. Ну я поясню, да, почему термин рекордный появился. Это, да, прошлый год у нас был достаточно активным, да, вот мы с прошлым годом сравниваем как раз эти показатели. У меня вопрос, наверное, не хотелось бы сразу как-то утяжелять нашу беседу. Хотелось бы продолжить вопросом, я думаю, который близок для всех, наверное, жителей региона. Недавно я вернулся с семьей из Черноморского побережья, в Краснодарский край в отпуск съездил. Был очень удивлен, что по пути следования поезда есть единственный регион, который отличается временем от Москвы плюс один час вперед. Саратовская область это вот. Законодательное собрание Кировской области самое непосредственное и активное участие принимало и принимает в обсуждении данного вопроса. Зачастую, вернее, периодически, да, градус обсуждения накаляется. Переводить, не переводить стрелки. Мы помним прекрасно, что в 2016 году на сайте Заксобрания опрос проводился жителей региона. Ну и, в общем-то, вот не можем мы прийти к какому-то единому мнению, какую сейчас ваши коллеги, вы лично занимаете позицию в этом вопросе, будем ли возвращаться активно к этому обсуждению? Знаете, чтобы обсуждать конкретный вопрос, надо, чтобы какое-то большинство сложилось по обсуждению той или иной темы. Пока не озвучиваю свою позицию. В любой аудитории, когда этот вопрос задают, я задаю вопрос, коллеги, вот сейчас вот вы в этой аудитории, там поднимите руки, кто за перевод стрелок, кто против перевода стрелок, а кто перевод за два часа. Там еще есть эта история дополнительная, что надо нам, в принципе, ближе к Перми находиться. Поэтому, на самом деле, нигде какого-то подавляющего большинства даже в сельской местности не получаешь, вот исходя из таких просьб и опросов. Поэтому вот здесь не сложилось какое-то единое там понимание в регионе о том, надо это или не надо. Тема действительно есть. Чаще всего все поднимают сельские жители, потому что, понятно, когда там на селе утром уже там в три часа сейчас вот становится светло, а к вечеру уже там все-таки, так сказать, темнать уже в августе будет достаточно рано, конечно, этот вопрос на самом деле присутствует. Конечно, нам бы хотелось, чтобы вот как раз представители средств массовой информации активнее эту тему пообсуждали в плане медицинских каких-то вещей, нашли бы какого-то спикера, кто бы действительно там, может быть, нам разъяснил, это вот плюс или минус с точки зрения. Для нашего здоровья, да? Да, на здоровье как это влияет. Что это вот там, может, по географии там, да, мы как там относимся вот там именно, где мы есть. Меня утверждают, что мы по географии правильно относимся по времени. Это Москва неправильно. Поэтому здесь вот мнений достаточно много. И, конечно, бы вот этих экспертных мнений было бы, ну, хотелось бы иметь достаточно много. Конечно, лучше бы такие вопросы решать путем такого, ну, достаточно широкого обсуждения и принятия решений, возможно, там, в виде референдума. Но надо или не надо, это сейчас, ну, тоже этот вопрос, потому что, ну, примерно понятно, что получится по результатам. То есть, может, там, какая-то позиция, так сказать, набрать голосов, ну, допустим, там, 52 на 48. И в этой ситуации, там, какое решение принимать? Ну, вы Саратов приводили пример, а я знаю пример Ульяновска, который тоже плюс один. Они перевели стрелки, сейчас у них самое мощное движение, знаете, какое? За вас заврат стрелок обратно. И поэтому это тоже там надо учитывать при принятии такого решения. Ну, мы там, не скрывая, обсуждили эту тему уже чуть раньше. И вот, может быть, действительно, тот законопроект, который коллеги вносят сегодня на федеральном уровне, это возвращение к сезонному времени, может быть, там, частично может снять вот эту, там, дискуссию. То есть, чтобы время сезонное сохранялось, и, соответственно, ну, вот здесь вот только там опять надо сейчас правильно решить вопрос, а где должны переводить и где не должны переводить, чтобы не получилось так, как когда остановили эту историю, она была не совсем там удобная, в частности, для Кировской области. Поэтому здесь тема есть. Ну, а личная? Личная позиция? Личная позиция? Ну, давайте, как бы там, я все-таки координатор этой работы, наверное, сразу личную позицию, но я бы, наверное, все-таки рассмотрел, как-то хочется какие-то уникальные особенности региона все-таки, чтобы были. Ну, пусть будет плюс один, было бы, может быть, и интереснее. Но это моя личная позиция, опять же, там... Никто не препятствует высказыванию личной позиции. Я же больше сельский житель, чем городской, в плане, там, поддержки своих избирателей, ну, депутат от сельских районов. Поэтому я за своих избирателей. К бизнес-вопросам перейдем, Настя? Ну, я... Анастасия Белова, главный редактор бизнес-новостей в Кирове, да? Да, начну с вопроса, который до сих пор волнует и жители, и предпринимательское сообщество. Это вступивший с 1 марта текущего года закон об ограничениях розничной торговли алкоголем. Речь идет о торговле в многоквартирных домах, в жилых помещениях, переведенных из жилых в нежилые, и также в торговых и цокольных этажах. Идет ли сбор предложений по корректировкам в это законодательство? Уже ваш коллега-депутат Роман Китов вынес на публичное обсуждение законопроект. Он предлагает установить критерии 200 квадратных метров. То есть магазины, торговые точки, которые изначально были открыты для продажи, они же не только алкоголем торгуют. И оставить магазины, которые торгуют социально значимыми продуктами питания, в том числе и алкоголем, в отдаленных населенных пунктах. Он вынес такую инициативу. Есть ли еще обсуждения в этом направлении с учетом уже пройденного какого-то периода? И хотелось бы услышать ваше мнение. То есть, как вы считаете, нужны ли корректировки? Спасибо. Вопрос действительно вызывает очень многое обсуждения. Напомню, что с инициативой вышла прокуратура Кировской области. И, соответственно, решение законодательное собрание по этому направлению вынесло. Притом, еще и, в общем-то, опять же, учитывая мнение бизнес-сообщества, переносили срок вступления в силу данного закона с 1 сентября 2022 года, перенесли на 1 марта 2023 года. Сейчас мы имеем уже некую практику, что получается в реальности, что складывается и как это влияет на рынок алкогольной продукции. Поэтому, возможно, коррективы и необходимы. Но надо их действительно серьезно сегодня обсуждать со всеми. Но вот если брать квадратные метры, скорее всего, это не совсем наш путь, потому что это, ну, тут есть нюанс с точки зрения законодательства. Да, наверное, не получится по квадратным метрам определять. Это чисто правовая позиция уже по вот этому направлению. Ну, а там есть позиция, допустим, цоколя исключить из данного закона проекта. Это сегодня можно обсуждать. Но вообще позиция моя очень простая и понятная. Нам бы хотелось, в принципе, решать вопросы, связанные с алкогольной продукцией. Потому что вот мы можем только некие запреты вводить. А на самом деле, вот это же очень такой тонкий и быстро настраивающийся рынок. Мы с коллегами из Ассоциации законодателей Приложского округа вышли с инициативой передать все полномочия, связанные с юридичной торговлей и продажей алкогольной продукции, в том числе в местах общественного питания, как бы на уровень субъекта Российской Федерации. Сталкиваемся пока с очень таким неоднозначной позицией коллег из Федерального Центра. С моей точки зрения это правильно, потому что оно бы учитывало... Давайте напомним, поясним, да, за что отвечает Федеральный Центр и за что... Здесь очень такая тонкая правовая грань, за что отвечает. Мы не сильно много чего можем, на самом деле. То есть вот с точки зрения каких-то ограничений мы можем определенных проводить, ну вот уже по квадратным метрам определили, что скорее всего эта история не получится. То есть можем запретить там в отдельных категориях площадей. Вот как бы запретив, мы получили в том числе точки в сельской местности, где он там... Это единственная точка. Единственная точка, да. Да, у нас там есть два, по-моему, населенных пункта, один точно в Сунском районе, да, где единственная точка находится вот в таком месте. Это, наверное, не совсем правильно будет, потому что, ну, в принципе, мы... Получается, что запрещаем легальную торговлю алкогольной продукцией в рамках конкретного населенного пункта. Поэтому коррективы, наверное, необходимы, но я бы все-таки хотелось, чтобы их еще пообсуждать, чтобы это не было там быстрым принятием каким-то решениям, потому что, ну, важно, чтобы действительно, ну, неразумно, конечно, когда перекресток в алых парусах не работает с алкоголем. Мне кажется, такие магазины должны работать. Ну и тоже там по-разному можно ситуацию как бы трактовать. Может быть, наоборот, вот мы все говорим о магазинах 24 часа, а может быть, я даже не знаю, но вот есть и мнение такое, что если 24 часа вообще разрешить легальную торговлю алкогольной продукцией в крупных магазинах, там, с соответствующими площадями со всем остальным, может быть, это и решило проблему нелегального оборота, который сегодня происходит вот в этих своеобразных точках. Не знаю, позиции... Но вы федеральное законодательство. У нас позиций очень много, но федеральный законодатель определил нам, вот там, мы можем по времени там отрегулировать что-то, но вот какого-то всплеска не получилось, там, переводили с 10 часов, там, да, помните, с 10 можно было продавать, 8, да, это предыдущий шестой СССР принимал это решение. Ну, вот мы не знаем, не сложилось какого-то, что там у нас как-то с алкоголем стало хуже. Хотя, в принципе, тема там алкоголя и алкоголизации, она, тем не менее, присутствует. Но она примерно как бы на одном и понятном уровне движется. Что делать с точками 24 часа, и которые крайне неудобны сегодня нашим гражданам, ну, здесь надо смотреть. Ну, все-таки я бы это не относил к бизнес-вопросам. Это вопрос прежде всего наших граждан. Если люди говорят спасибо, что у нас закрылась точка, потому что, да, там, красное-белое перестало торговать, хороший магазин там, да, никаких вопросов вроде нет, там, с точки зрения организации работы, все остальное, но перестали торговать алкоголем, и вот рядом локация с домом, ну, перестали вот эти там своеобразные персонажи находиться там, в том числе в вечернее ночное время, там, да, и криков под окнами стало меньше, и вот это закон-то об этом. Поэтому здесь, я думаю, что там алкогольный рынок, он сможет подстроиться и перестроиться. Ну, вот у нас один депутат вообще высказывал, надо в отдельной локации вынести, и это где-то вот, чтобы там продавали, и все. Ну, можно и так, но надо, опять же, там, найти разумный баланс, чтобы это было удобно гражданам, раз, и второе, это чтобы не мешало и не противоречило правам других людей, два. А с точки зрения бюджета изучался этот вопрос? Насколько существенные вливания именно в региональные указы приносят? Существенные вливания приносят у нас акцизы, которые мы получаем. Для нас больше важны акцизы там даже от пивной продукции, нежели, так сказать, от крепкой алкогольной продукции, потому что там идет через федеральный бюджет, и там что-то каким-то образом зачисление. Хотя, конечно, тоже важна работа наших предприятий, которые в этом направлении развиваются и двигаются. Понятно, что чем больше там продает любой наш производитель алкогольной продукции, тем больше получает бюджет. Но это точно не от торговли, потому что крупные сети, особенно крупные сети, ну, они там, НДФЛ, может быть, так сказать, да, какие-то земельный налог там, что-то еще там уплачивают, и, собственно говоря, все. Поэтому здесь каких-то таких вот, ну, трат, что это сильно там скажется. Нет, нет, это точно не о бюджете. Это вот как раз о правах граждан и о том, чтобы мы снижали уровень алкоголизации нашего населения. Ну, в этом-то году ожидать каких-то еще движений? Движения продолжаются, я не знаю там, да, собственно говоря, у любого депутата есть право внести законодательную инициативу, и мы будем ее рассматривать. Будет внесено, будет рассмотрение. У правительства есть такое право внести законодательную инициативу. Точно так же будем рассматривать. Я, коллеги, внесу реплику. Буквально вчера ваш коллега Михаил Ковязин вынес на публичное обсуждение инициативу. Он предлагает вновь вернуть продажу в розницу алкогольной продукции с 10 часов. Ой, да, с 10. То есть вернуться к тому, что у нас было до недавнего времени. Сейчас разрешено с 8 до 23. Михаил Ковязин предлагает разрешить с 10 часов до 22 в определенные дни по воскресеньям. Ну, опять же, любая инициатива, исходящая с депутата и оформленная соответствующим образом, будет рассмотрена, это без сомнения. Ну, просто вот это метание туда-сюда, это там сложно понятно. Ну, и хотелось бы там понятных обоснований. То есть я не говорю, что я там сторонник именно такого или другого. Надо понимать, что это решает вопрос. Я считаю, что большое количество запретов как раз порождает обратную историю. И поэтому здесь, ну, не знаю, сложно оценивать без цифр, без фактов. Но пока мы-то также заслушивали уже в рамках нашей рабочей группы работы органов правопорядка и органов местного самоуправления в отношении реализации этого закона. Но считаем, что пока еще много нет доделанного с точки зрения того, чтобы вот даже те запреты осуществить, которые в законе закреплены. Насколько помню, даже у полиции нет полномочий закрыть точку 24 часа. Закрыть нет полномочий. Вопрос ведь заключается в том, что там надо соответствующую работу провести по тому, чтобы доказать факт торговли алкогольной продукцией. Ну и там известная история эта самая. То есть физлица берут на себя. То есть продавцы говорят, это моя алкогольная продукция, это не мои, вон там, работодатели, это моя алкогольная продукция. Я вот тут там что-то подумал. А там штрафы небольшие. Да, и получают в итоге несущественное взыскание. Ну и я мягко скажу, там, да, активности там правоохранителей тоже хотелось бы побольше. Я про органы правопорядка, потому что, ну, реально, как бы, так сказать, проблема есть, и выявлять-то можно и больше. Это объективно. А на неосном уровне можем внести в КОАП изменения? В КОАП не можем. Мы можем только в закон свой об административной системе. Можем предложить, но мы, я говорю, что там, сейчас у нас общая согласованная позиция коллег в ассоциации, что давайте мы лучше вообще этот самый. А сейчас одна инициатива рассматривается, и мы ее поддержали. Это коллеги из госсовета Татарстана ее вынесли о том, что вот общепит хотя бы отрегулировать, отдайте полностью на региональный уровень. Мы ее как раз на последнем заседании законодательного собрания поддержали. Вот здесь мы, я думаю, что способны были бы этот вопрос решить так, как действительно и удобно нашим гражданам, и бизнес бы не пострадал. Поэтому здесь тема крайне важная, дискуссионная, но очень бы хотелось получить эти полномочия от федерального центра и уже этот вопрос регулировать. Три минуты у нас остается до рекламной паузы. Давайте к следующему вопросу, связанному с бизнесом, перейдем еще. Давайте тогда тоже про инициативу на федеральный уровень. В рамках недавно прошедшей бизнес-недели предприниматели кировские обратились к депутатам с предложением выйти на уровень федерации в части регулирования критериев для бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения. Сейчас превышение одного из ныне действующих критерий, я перечислю по объему годовой выручки, по численности сотрудников, по стоимости основных средств, автоматически переводит предпринимателя в ранг плательщика уже общей системы налогообложения, если правильно понимаю. А бизнес предлагает оставить только критерий по выручке и поднять его порог. Со стороны депутатского корпуса тогда прозвучало, что вы готовы проработать совместную инициативу, подключить другие регионы, уже определенные, наверное, есть на федеральном уровне, какие-то такие шаги, какие-то изменения. Вот у нас в регионе лоббирование в хорошем смысле этой инициативы уже есть? Работаете? Да, ну спасибо. Вопрос я прекрасно помню, но это была действительно встреча с бизнес-сообществом. Инициатива была высказана, мы ее взяли в работу. С чем столкнулись сложности? Мы не можем просчитать на всю Россию. То есть, чтобы внести его официально, нужно дать финансово-экономическое обоснование. Ясно, что там вот выпадение одного из критериев, либо повышение его, мы не обладаем соответствующими данными по статистике. Чтобы это собрать, ну, мягко говоря, там требуется достаточно большой объем времени. Поэтому мы как раз сейчас смотрим возможность подключения других коллег. Может быть, у них какие-то уже есть наработки, как бы в этом направлении, чтобы мы могли вместе двигаться. Но вот с этими вопросами, которые в любом случае там выходят на финансовый уровень и на финансово-экономическое обоснование, ну, все регионы сталкиваются с одной понятной проблемой, что у них отсутствует база информации и цифры, исходя из которых можно подготовить финансово-экономическое обоснование. Потому что здесь получаются некие доходы, как бы то сказать, которые сегодня получают бюджет, они не получат. А сколько они получат бюджет? Миллион там, два миллиона, миллиард там, да. Мы в этой ситуации не скажем. И поэтому вот здесь нам сложно будет оценку здесь делать, но мы по-прежнему готовы и работаем с точки зрения вот этой инициативы. Она правильная. Мы подошли к рекламной паузе, буквально прервемся на полторы минуты. Напоминаем, что в прямом эфире сейчас на 101.0 FM Клуб редакторов «Инмедиа» у нас в гостях председатель законодательного собрания Кировской области Роман Береснев. Рекламу и продолжим. Продолжаем нашу беседу. Сейчас у нас такой бизнес-блог, да, в общении со спикером УЗС Романом Бересневым, Анастасия Белова, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове и портала bnkirov.ru. Еще одна очень насущная тема. Да, она касается индустриального парка «Слободино», который мне очень понравился. Ваш коллега Владимир Понарьев называл его «чудо-чудно». После недавней поездки депутатов на площадку индустриального парка он написал свой пост. Вы на депутатском контроле, реализация этого проекта находится, насколько я помню, постоянно. Еще в конце прошлого года власти региональные заявили о необходимости перезагрузки промпарка, поэтому там даже было смещено финансирование. Сейчас вроде уже такие обещания, что промпарк начинает перезагружаться. Вот ваше личное мнение. Насколько этот объект может быть рентабельным и выполнять свою основную функцию, стать площадкой для развития и работы субъектов малого и среднего предпринимательства. И сразу в продолжение. Депутаты, кроме контрольной деятельности, что еще могут сделать для перезагрузки этого объекта? И что делаться? Спасибо, Анастасия, вы слишком высокого во мне мнения с точки зрения того, чтобы я мог оценить рентабельность любого проекта. Поверьте, у меня не бизнес-образование совсем. И задачи другие. Все-таки, да, я больше, там сказать, об юриспруденции и о смыслах. Да, поэтому диво-дивное, пусть будет не только чудо-чудное, там посмотрели депутаты. Я считаю, что это важная тема. И мы можем там сегодня погородиться, что мы очень много стали выезжать и как раз смотреть разных объектов. Давайте напомним, где находится нашим слушателям. Слободино, это Юрьянский район. И с моей точки зрения, выезд был крайне важен, чтобы действительно депутаты могли оценить. Но, во всяком случае, те депутаты, которые сильно возражали против этого объекта после посещения, возражать уже как-то стали гораздо меньше. Точнее, не возражать совсем. То есть, они уже говорили о конструктиве, что нужно сделать для того, чтобы это все-таки там запустить и стало это возможным. То есть, они скорее уже перешли в сторону с подвижников Михаила Анатольевича Сандалова, который водил экскурсию по промпарку и посмотрели эти все вещи. Поэтому это полезно. Это, безусловно, вот тот контроль, о котором вы им говорите. Потому что мы как раз через контрольную деятельность многие вещи поднимаем. А потом это приводит либо к корректировке этой деятельности, либо к принятию определенных управленческих решений. И поэтому это приятно, что правительство слышит и прислушиваться к мнению депутатов. То есть, сейчас разработка, насколько я понимаю, там всех этих тем ведется. Мы готовы сегодня поддерживать, чтобы этот проект все-таки заработал полноценно на территории региона. Но здесь надо, конечно, соотносить цифры, потому что достаточно большой объем уже вложен в данный объект. Наверное, были какие-то определенные ошибочные вещи, которые не позволили этого работать. Ну, вот на самом деле слово промпарк для меня как-то очень сложно входит, потому что, ну, как мне кажется, бизнес сам должен определять место, где ему там удобнее двигаться и развиваться, и сам должен принимать решения. И вот эту какую-то там универсальную площадку, на которой бизнес будет инкубироваться и вырастать там до из малого в средний, среднего в большой и так далее, ну, не знаю, это такой, сама по себе идея промпарков, она, ну, весьма сложная. Ну, и для нашего региона тем более, потому что, ну, так сказать, людей, которые активно хотят заниматься бизнесом, там все-таки, я не скажу, что их здесь меньше. В процентном отношении мы примерно одинаково со всеми регионами находимся. Но вопрос просто, что население у нас чуть меньше, например, чем у крупных соседей там, да. Поэтому здесь есть объективные, субъективные факторы. Мы готовы работать с проектом дальше. Ну, я еще раз говорю, любой выезд полезен. И вот когда вживую посмотришь что-то реальное, ну, у многих позиции меняются на диаметрально противоположные. Поэтому это позитивно, я считаю, что вот то, что мы это организовали и сделали. Ну, так или иначе, текущий год у нас вроде как должен стать таким знаковым в плане повышения инвестиционной привлекательности региона. Вы лично верите в то, что мы сможем действительно подняться? Если не верить, так тогда смысла нет вообще как-то двигаться и развиваться. Потому что очень хочется верить, потому что, ну, в любом случае, там надо создавать условия. И двигаться по созданию условий для того, чтобы инвестиционная привлекательность региона возрастала. И я думаю, что любые условия, там, вне зависимости от того, там, праздник сабантуй, там, да, или какие-то иные эти самые, там, инвестиционные площадки, это, мне кажется, все равно важно. Ну, вот сейчас, в принципе, любое вот даже мероприятие федерального уровня, у нас тут будет в ближайшее время большое федеральное мероприятие по дорожной деятельности, там, да, с участием, ну, крупных руководителей, как бы, да. Ну, это тоже пример хороший вот того, что сюда приезжают и смотреть, и что-то там оценивать и развивать. Ну, и мы тоже в этом отношении отстаем. Мы ожидаем все-таки, что ассоциацию законодательную мы проведем в октябре месяце, и тоже представим свой позитивный опыт работы нашего региона в сфере как раз темы очень непростой и очень сложной, это работа с молодежью. Ну, про молодежь мы, наверное, чуть позже, да, еще, если успеем затронуть этот вопрос, ну, следующий от коллеги, вопрос. Да, вопрос такой нестандартный. Постандартный, а какое максимальное число пропусков заседаний среди депутатов текущего созыва, и есть ли ярые прогульщики? Нет, ярых прогульщиков нет, хороший вопрос. Расслабимся немножко на этом вопросе. Да, но есть, конечно, депутаты, которых там по объективным причинам они не могут участвовать, чаще всего это депутаты, которые так или иначе удаленно находятся, ну, с точки зрения места жительства, места работы, но, тем не менее, больших объемов прогулов нет, это всегда нужны объективные обстоятельства, депутаты отпрашиваются у председателя лично по каждой истории, по каждому вопросу. Но вот у нас есть депутаты, сейчас их пытаюсь посчитать, шесть человек, которые посетили все заседания, один из них перед вами, так что, в общем и целом, там, естественно, как-то хочется, чтобы таких было больше, безусловно. Но, тем не менее, еще раз говорю, объективные жизненные обстоятельства складываются, нет, прогульщиков нет, и депутаты достаточно активные, поэтому здесь я не думаю, что вот как-то это там сильно влияет. Хотя некоторым добираться сложно бывает, объективно. Особенно из отдаленных районов. Ну, у нас есть и депутаты, которые сегодня практически уже проживают там, даже не в нашем регионе. В Крыму. Ну, вот Антон знает, в Крыму. А формат смешанного участия в заседаниях кто-то дистанционно, допустим? Мы пока дистанционный формат участия в заседаниях не предполагаем. У нас есть возможность оформить доверенность депутатам, где, в общем и целом, у нас повестка все-таки формируется заранее. И по основным вопросам депутаты имеют возможность высказать свое мнение. Ну, и передать возможность озвучить это мнение. Ну, озвучить путем голосования там коллеги другому депутату. Ну, да, доверенность передается другому. Вот эта форма у нас сегодня есть. Но мы хотя уже на заседание совета, заседание комитетов уже перешли к дистанционным вот этим формам. То есть там даем возможность депутатам дистанционно как бы участвовать. И это тоже, ну, приживается постепенно. Может быть и в дальнейшем в регламент будем вносить изменения вот в дистанционном участии в заседании законодательного собрания. Ну, там нам с техникой надо поработать получше, чтобы у нас и звук, и качество, как бы так сказать, картинки возрастало. Здесь мы там видим пути совершенствования, там будем двигаться и в этом направлении. Ну, пандемия тут она, да, заставила, собственно. Ну, слушайте, да, это нормальная, мне кажется, позиция, потому что, ну, человек имеет возможность это сделать. Ну, и вот мне все хочется, я пример с удовольствием привожу. Дело в том, что у нас было одно заседание, когда мы объявляли, ну, один вопрос, не очередное заседание, объявляли выборы губернатора Кировской области. Я проводил это заседание, вот, и при вот дистанционном, мы, естественно, дистанционно и находимся. Я проводил это заседание из Нижнего Новгорода. Ну, то есть, даже вот технические средства позволяют вот таким вот образом сегодня организовать работу. У нас как раз была ассоциация законодателей в ПФО в Нижнем Новгороде, и вот как раз в рамках заседания ассоциации я успел провести еще заседание законодательного собрания, а потом уже обсуждать опыт коллег. Роман Александрович, вы уже говорили, что вы не сторонник каких-то топов, списков таких, но, может быть, кого-то можете выделить по активности среди депутатов? Или все-таки... Я еще раз, вот там коллеги тоже мы в куларах обсуждали, но моя позиция, не всегда активность и результативность они там равны друг другу. Активность бывает очень высокая, но не всегда это приводит к результативности. Если брать там по инициативам, ну, здесь чего греха таить, конечно, у коллег, которые работают на постоянной штатной основе, есть свое преимущество, потому что они, ну, в постоянном режиме занимаются законодательными актами. Это заместители и представители законодательного собрания, Рина Геннадьевна Морозова, Алексеевич Потапенко, сейчас у нас комитет возглавит Владимир Александрович Панарьев, ну и депутаты, которые у нас перешли работать в другие сферы, Юрий Игоревич Терешков, который на постоянной основе работал, Владимир Александрович Костин, они по результатам вот этих законодательных инициатив, они у них больше всех там, да, вот из тех депутатов, которые есть. Ну, то есть это однозначно, ну, просто они, еще раз говорю, имеют возможность работать в постоянной штатной основе. И это не хорошо, не плохо тут, и не надо как бы оценивать, что они там молодцы совсем, а остальные как бы плохо, что-то там организовывают и работают. Просто здесь есть объективная возможность заниматься этим трудом на постоянной основе. Поэтому вот топы не создаем, не стараемся, как бы вам виднее, вы оцениваете там, господа журналисты, потому что вам, наверное, здесь виднее там, да, кто там в топе, а кто не совсем. Ну, напомним, что этот год, он еще и примечателен тем, что до выбора у нас, да, должны состояться в ОЗС. Какое внимание уделяется сейчас этому? Какая работа подготовительная проводится? Ну, мы свою работу всю провели. У нас оказался вакантным мандат депутата по Катеринскому избирательному округу. Значит, Владимир Александрович Костин как бы переехал у нас работать в другой регион. И, соответственно, мандат депутата остался вакантным. Но выборы объявлены. Сейчас там уже проводит избирательная комиссия. Все процедуры связаны с организацией проведения выборов. Будет выдвижение, будут кандидаты, будет избирательная борьба. Ну, и, может, она как-то и даст возможности поактивнее лету проходить. Раз там новостей не хватает, может, она и подкинет сегодня каких-то определенных новостей с точки зрения политической повестки. В общем, жителям Катеринча в этом году еще раз предстоит, да, сходить на избирательные участки. Да, конечно, и я думаю, что они это сделают. Выберут достойного депутата, который будет представлять их интерес в законодательном собрании. Ну, а мы, тем не менее, мы Катеринча не бросаем. Ясно, что здесь там уже подключаются коллеги Владимира Становича из фракции. И у нас, депутаты, есть активность проявляющаяся по Катеринчскому району. То есть несколько вот инициатив от... Ну, понимая, что он там сегодня бездепутатный там территория, мы, наоборот, более активно поддерживаем многие их инициативы. И поэтому и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства вот буквально была внесена инициатива, там три деревни, получат уличное освещение вот уже в текущем году. Это тоже, мне кажется, значимо, здорово и правильно. Ну, мы помним, там и зимой были проблемы с отоплением, да, в общем, такой... Ну, вообще, теме коммунального хозяйства в Катеринче мы намерены посвятить заседание, там, день законодательного собрания. У нас есть такая форма работы. Мы собираемся где-то, ну, ориентируемся на конец августа, что мы соберемся в Катеринче, посмотрим проблемы и города, и района, и, соответственно, тоже какие-то рекомендации выработаем. Тема будет как раз вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Ну, и отдельно посмотрим вопросы газификации территории, поскольку, ну, Катеринч газ дошел, надо, чтобы он сегодня, ну, в общем-то, были, соответственно, сформирована необходимая инфраструктура, чтобы люди имели возможность подключения, чтобы это подключение шло активно и соответствующие компании этому содействовали, чтобы у нас, ну, в общем и целом, уже меньше было гораздо тем, связанных с территорией Катеринчского района, именно с точки зрения, там, тем коммунальных вопросов, о которых вы... Жизнеобеспечения, да? Да, тем более у нас даже уже в текущем году еще два населенных пункта района газ должен зайти уже в этом году. Поэтому, ну, на самом деле, посмотреть, как график выполняется, и все остальное, и там какие-то рекомендации сформулировать, дать, мне кажется, крайне важно. Ну, я лично был в Катеринче 5 мая, там, да, посмотрели объекты, в том числе жизнеобеспечения, я был в Ленинской искре, помните, там тоже много было вопросов связанных с водоснабжением, как раз выходили на объект, смотрели, как ведутся работы, обсуждали, и мы в результате до... Сейчас вот поправками Ленинскую искру еще поддержали с точки зрения организации водоснабжения. То есть еще больше метров сетей будет переложено в поселки, и устойчивость водоснабжения будет в значительной степени повыше. — Антон Погодин, главный редактор портала, первоисточник, да, со своим блоком вопросов. — Еще раз, добрый день. — Про спорт, Антон? — Нет, сегодня, Роман Александрович, не про спорт, хотя знаю, что читаете мой телеграм-канал, спасибо. — Да, рекламируем телеграм-канал Антона Погодина. Ну и читайте телеграм-канал Романа Берестнева, тоже там есть что почитать. — И про телеграм-канал радиостанции Кировград не забыл. — Я хотел спросить продолжение вопроса про выборы. Котельнич, вот не кажется ли вам, что после выборов губернатора, которые прошли в прошлом году, на политической поляне Кировской области такое затишье небольшое сформировалось? Или это впечатление обманчиво? — А что такое затишье, вот с вашей точки зрения? Там ничего не происходит? Так мне кажется, наоборот, это благо, потому что есть возможность заниматься не политикой, а реальными делами. Поэтому, если есть возможность заниматься реальными делами, надо этим возможностью пользоваться и заниматься реальными делами. Ну а там политики, они все, в общем-то, свои возможности высказываться имеют, поэтому там пускай высказываются. Это нормальный политический процесс, который должен происходить в регионе. Ну вы же там прекрасно, Антон, понимаете, что у нас вся активность, она так или иначе связана с одним процессом. — С избирательным компаниями, да. — Есть выборы, есть активность, нет выборов, нет активности. Я не считаю, что как раз выборы губернатора у нас там создавали пик политической активности, как минимум в областном центре, а выборы в Кировскую городскую думу, там, да, значительно больше подогревали как бы вот этот политический градус в городе там в прошлом году. Поэтому здесь, опять же, там есть выборы, есть активность значительно больше, нет выборов, естественно, сезон такой помягче, но я вот, мне больше нравится история, когда их нет, и когда есть возможность реально чего-то смотреть, решать, вот ехать спокойно в избирательный свой округ, там, да, смотреть, как выполняются все планы, намеченные на текущий год, вот, анонсирую, что в ближайшее время за июле я опять запланировал все три своих подшефных района объехать Арбаш в Верховском режиме Уричи и поработать именно с точки зрения того, что уже сделано, что предстоит сделать, что не получается, чем надо помочь. Ну, вот, как бы в этом режиме. Поэтому я думаю, что вот это более полезная история, когда мы делаем больше для конкретно наших граждан, и вот это, в этом я вижу пользу своей депутатской деятельности как минимум. Антон, еще, можно продолжать задавать вопросы? Конечно. Время о спорте. На самом деле, меня интересует, мы сегодня уже говорили про молодежь, все мы знаем, что при законодательном собрании работает и молодежный парламент. Такой вопрос, недавно, насколько я знаю, там обсуждался вопрос о переименовании улицы производственной в Кирове, но, насколько я понимаю, не прозвучало конкретики, о какой именно улице производственной в Кирове идет речь, потому что их как минимум две. Одна в Кирове, другая в Радужном. Какую все-таки предлагают переименовать из этих улиц и насколько эта идея реально реализуема? И почему именно эта идея? Ну, решения, решения там нет. Такого в отношении улиц конкретных решений обсуждалось следующим образом. То есть, есть инициатива, чтобы появилась в городе улица, посвященная там Сталинградской битве. то есть, инициатива, она как бы там имеет место быть, но вот я очень там к теме переименования надо подходить очень аккуратно, потому что, ну, тема возвращения исторических названий для меня понятна, а тема переименования ради переименования непонятна вообще. Потому что, ну, сложилось уже там, люди привыкли к определенному названию, это ладно, я еще раз говорю, восстанавливая историческую справедливость, либо там оценивая заслуги известных немецких революционеров, там, да, как-то там по-другому это пересмотреть и там оценить все-таки более такие вятские названия сформировать, это, ну, мне кажется, имеет место для обсуждения. Здесь, ну, ребята высказали свои позиции, я думаю, что вполне возможно, ну, наверное, если рассматривать этот вопрос, наверное, это более правильно решать вопрос по новым улицам и там, ну, я так понимаю, они примерно так и сформулировали этот вопрос. Вы имеете в виду вновь построенную улицу? Вновь построенную улицу, чтобы присваивать там название, поэтому, ну, а там должно еще учет мнения населения произойти, может, они хотят быть там какой-нибудь там, Васильковой, а не там, вот, как-то с историческим наследием соотноситься. Поэтому эта вещь, она обсуждаемая, в любом случае, там любой человек может выйти с определенной инициативой, там, ну, и получить определенное мнение. Ну, там работает комиссия по теме, по ним и при городе, поэтому там пускай они этот вопрос уже и рассматривают. Ну, а здесь я не как-то оцениваю серьезно. Ну, тема 80-летия Сталинградской битвы, она действительно есть в этом году, наверное, там, было бы правильно, может быть, героев Сталинградской битвы даже вообще говорить именно таким вот образом. Ну, почему бы улицу, там, 650-летие Кирова, раз уж мы скоро будем отмечать эту дату. Хорошая, кстати, инициатива, Владимир, давайте вынесем на органах. Я уже за рамки молодежи по возрасту я вышел уже. Проходите с инициативой. Нет, здесь не молодежная инициатива, это любой человек может, в принципе, высказаться, а почему нет? Мы же граждане города Кирова, хорошо считать официально высказался до улицы, 650-летие. Тоже очень, очень здорово. Можно я тогда добью тему молодежного парламента, добью в хорошем смысле? Добью молодежный парламент. Нет, нет, не добью молодежный парламент, именно тему. Не кажется ли вам, что по сравнению с прошлым созывом, новый созыв молодежного парламента, он менее заметен и так более пассивен? Ну, громко и неэффективно мы уже с вами обсудили. Поэтому здесь, мне кажется, очень правильные вещи ребята будут делать в ближайшее время. Анонсирую, что 9 июля состоится такой первый выезд их в районы и будет межрайонный семинар в Уржуме. То есть, они пойдут по пути старших коллег, вы же активно, да, с коллегами? Они здесь-то пообщаются еще и с местной молодежью. Как раз вот тема закрепления, ну, вообще развития кадрового потенциала сельских территорий, я так ее тему для себя сформулировал, значит, она, мне кажется, украйне важна, и чтобы у нас все-таки не было такого, что все переезжает в Киров, а там ничего не остается. Мне кажется, там наши вот прекрасные, красивые города, ну, например, Уржум, да, они имеют право на развитие дальнейшее, и поэтому здесь вот эти темы обсуждать надо не в городе Кирове, я считаю, а как раз пусть ребята выскажутся там из проживающих в этой местности. вот это, мне кажется, более правильная вещь. Сейчас ребята активно включились в процесс законодательных актов, которые мы рассматриваем, вот у нас государственная поддержка детских и молодежных общественных организаций, первое чтение принято, молодежный парламент попросил не принимать во втором, дайте мы еще это самое поработаем, временное изучение законопроектом, потому что мы достаточно быстро рассмотрели, быстро внесли, и времени для обсуждения было не так много, я бы эту позицию принял, лично выступал на заседании ЗАГС Собрания, чтобы принять только в первом чтении. У нас сейчас законно будет рассматриваться инициативой, в том числе я и озвучиваю, в отношении патриотического воспитания, поэтому есть темы, которые ребята берут и работают с ними, ну, опять же, там, а эффективность, ну, жизнь покажет, мне кажется, еще идет процесс слаживания и, там, вот, понимание своей роли и значения, да, но я еще раз говорю, что там громкое и эффективное, это не всегда соотносимое понятие, это точно. А критерии активности именно представителей молодежного парламента, они существуют? Ну, наверное, надо, чтобы вы, может быть, тоже уделили этим больше внимания, чтобы они там больше информационно тоже освещали, говорили о своей деятельности, тоже тем самым, ну, обучаясь, это тоже определенная практика работы с средствами массовой информации, она тоже необходима, и поэтому тоже, наверное, там, да, подумаем, может быть, либо открытости заседания, либо еще, мы вот там по открытости, тут исследование было, парламент на ладонях, мы по показателю открытость принятия решений на первом месте в рейтинге с Московской городской думой. Да, и вот по соотношениям мы, в принципе, на открытости 2022 года стали одним из локомотивов среди региональных парламентов, заняв 19 место, я считаю, что это здорово, а по общему оценку соотношения денег, выделяемых на парламент и открытости, мы в пятерке лучших парламентов Российской Федерации, и это нормально, действительно, мы к этому идем, и движемся в этом направлении, сейчас вот посмотрели эти рекомендации, что у нас там, где еще не так, да, будем тоже двигаться для того, чтобы ряд позиций улучшить, это, я считаю, что хороший стимул для развития, и молодежному парламенту нужно двигаться в этом же направлении. Вы как активный пользователь, как активный пользователь социальных сетей, как-то рекомендуете своим коллегам тоже заводить странички свои, реинформировать? У нас у большинства есть свои странички, да, и они работают, ну, конечно, это же там, все равно уже мы находимся в информационном обществе, когда без страничек уже сложно, даже уважаемые авторитетные депутаты, скажем так, в большем возрасте, чем у меня, сейчас активно работают в этом направлении, там где-то сами, где-то через помощников, но тем не менее, информация о деятельности депутатов сегодня есть, и в социальных сетях она представлена. Может быть, телеграмма еще вот этих каналов немного, но я считаю, что у депутат как раз и ВК это очень ближе, ближе на самом деле, чем телеграм-канал там, да, ну, здесь телеграм-канал это, наверное, больше вот такой уже либо политик, политик, а вот для депутата по округу у меня вот эффективнее гораздо работает страничка ВК, ну, видите, телеграмм свой проекламировал, теперь ВК рекламирует тоже. Подписывайтесь, с огромным удовольствием всех принимаю в друзья, с тем, чтобы можно было общаться. Много интересных вопросов, кстати, поступают именно в переписке ВК от избирателей и там на многие удается даже что-то решить и это важно, это значимо. Минутка буквально у нас остается. Успеем? Не успеем? Роман Александрович, может быть, оцените, скоро год работы правительству, как идет взаимодействие правительства, министра, зампреда, губернатора и ЗАГС собрания? Совершенства пределов нет никогда, но я считаю, что вот особенно последнего заседания мы, считаю, отработали крайне эффективно. И поэтому хотелось бы, чтобы этот уровень не снижался, а наоборот еще механизмы, я думаю, что есть резервы для развития вот этого. Поэтому мы за эффективность и здесь находим понимание у коллег. Ну что, господа, коллеги, вернее, по клубу редакторов Инмедиа, благодарим нашего сегодняшнего гостя, председателя законодательного собрания Кировской области Роман Береснев. Роман Александрович, спасибо за эти ответы, за это общение. Не последний раз, уверен, еще встречаемся здесь и не только в нашей студии. Спасибо огромное. На этом завершаем Клуб редакторов и программа Дневной разворот уже через 10 минут.